Достоинства сподвижников и их права Составил доктор шариатских наук, шейх Хейтам Сархан, главный руководитель школы Ас-Сунна, бывший преподаватель в институте при мечети пророка, салаллаху алейхи вассалям. С именем Аллаха, Милостивого, Милосердного. Одной из основ приверженцев Сунны является то, что упоминается в книгах ранних имамов и относительно чего сошлись ученые исламской общины, а именно то, что сподвижники лучшие люди исламской общины после пророка, салаллаху алейхи вассалям. Самые мягкие сердцем и самые знающие, и самые уравновешенные. Они лучше всех знают о смысле того, что сказал Аллах в Коране и что сказал пророк, салаллаху алейхи вассалям, в Сунне. Они лучше кого бы то ни было практиковали и воплощали в жизнь Коран и Сунну. Они самые милосердные и самые далекие от страстей и нововведений. Мы обязаны признавать то, что достоверно дошло до нас из их достоинств, и признавать их высокие качества. Мы обязаны искренне любить их и просить Аллаха, чтобы он был доволен им из-за их первенства в религии и за все то хорошее и благое, что они передали нам. Мы обязаны изучать их знания и брать с них пример, имея чистые сердца по отношению к ним и не имея в сердце ненависти или неприязни к кому-либо из их числа. Мы должны быть убеждены в запретности поносить или проклинать их, так как в этом противоречие Корану, в котором пришло много похвалы в их адрес, и возвеличивание их положения вместе с обещанием для них благ мира вечного. Мы должны знать, что в ругании сподвижников проявляется плохой нрав к пророку, салаллаху алейхи ва салям, который приказал любить их и запрещал ругать. Он сказал, не ругайте моих сподвижников. Клянусь тем, в чьей руке моя душа. Если один из вас пожертвует золото величиной с гору Ухуд, то это не сравнится и с пригоршней, пожертвованной ими, и даже с ее половиной. Привели Аль-Бухари и Муслим. Также следует оставлять рассуждения и разговоры о конфликтах и спорах, произошедших между ними. И быть убежденными, что каждый из них стремился к истине, будучи мучтахидом, и им за это полагается награда. Тому из них, кто оказался прав, исходя из хадиса, полагаются две награды, а тому, кто ошибся, одна награда. Запрещено распространять то плохое, что им приписывают, большинство из которого выдуманная ложь. А то, что из этого соответствует действительности, то оно настолько мизерно, что тает в океане их благодеяний. Также мы должны быть убеждены в том, что у них разная степень, но все они без исключения являются достойными людьми. Лучшими среди них являются четыре праведных халифа. Абу-Бакр Ас-Сыддик, Умар Ибн-Уль-Хаттаб, Усман Ибн-Аффан, Али Ибн-Аби-Талиб. Затем после них лучшими являются остальные из десяти обрадованных раем. Затем участники битвы при Бадре. Затем те, кто принесли клятву на верность, именуемую присягой довольства. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok